всем привет фильтрованные новости точнее это даже не фильтрованности такой маленький фильтрованный кусочек маленьких фильтрованных новостей я сегодня прохлопал новости я включил самую последнюю зацепил даже не понял что это было уже о спорте видимо и рассказывали там о каких-то соревнованиях в какой-то липецкой области где-то там гоняли на этих вот это который париж дакар вот этот мастер наш камаз мастер это догоняет вот там что-то такого уровня было видимо наши решили провести и видимо как обычно в россии бывает все должно быть понтами все должно быть бабах чтобы прям все офигели о нашей стране все должны хорошо только думать не дай бог заподозрит что у нас нищета какая то есть не дай бог заподозрит что у нас люди не доживают до пенсии а им еще и пенсию и поднимают поэтому нужно обязательно конечно чтобы это было все ярко феерично и все прочее и вот что мне бросилось глаза я уверен то что обычно я же фильтрованные новости для чего делаю потому что люди какие-то вещи не видят и наоборот у нас вернее вы видите что-то свое а я вижу что-то свое что я увидел это значит как у камазистов в этих азотные ванны они принимают у них полный релакс вы понимаете они же на международном уровне как бы выступают и поэтому они должны соответствовать и поэтому их не их спонсоры валят немерено ну то есть они приезжают куда-то на какие-то соревнования там же так у нас что лучше у них камеры есть какие-то азотные у нас две камеры будут мы же по такому принципу живем и вот значит какие-то две девочки гонщицы маникюр там делают в поле где-то представить им там маникюр выездной какой-то делают и вот я подумал о том что в спорте как и в жизни тоже нет справедливости и это же делится все на недоспорт и и спорт и спорт высших достижений среднего класса нет как в это в жизни нет среднего класса так и в спорте не от среднего класса или спонсируют ого-го такие прям там как хоккей футбол там дают всевозможные вот эти гонки формула-1 или вообще нихера не спонсируют совсем не дают понимаете то есть вы можете себе представить люди вот и опять же в этой ситуации их не понимаю людей это же как бы все в расчете на зрелищность на то что это будет потом все транслироваться все это будет там бабосы собирать они там будут из телевизионных каналов с рекламы все прочее а люди болеют понимаете они приходят на стадион и болеют за миллионеров золотыми клюшками которые там отгоняют за этой шайбой они переживают они радуются они плачут при этом вот эти вот ребята которые на вот это камаз это же я так понимаю камский автозавод и там же работяги и они же получают свои там 25 тысяч скорее всего зарплату они тоже же переживают и гордятся вы понимаете вот он тот который азотные ванны там принимает вот вот он и вот вот это вот мне немножко вернее мнение немножко мне сильно конечно это раздражает потому что я тебе не могу такого представить чтобы у нас в пауэрлифтинге то есть это же ну можно сказать что это спорт высших достижений да и там валиваются бабки пауэрлифтинге тоже вид высших достижений попробуй пожми 300 килограмм без экипировки или 400 500 килограмм в экипировке но это космос это такой же космос но никто не представляет что приедет кирилл сарычев который жмет там 335 килограмм и за ним там приедет целые автобусы с обслугой будут ему там маникюр педикюр делать а зоны азотные ванны принимать или затем же каннели или микки таллером который там 500 килограмм жмет вот чтобы его там обслуживали и что-то ему создавали какие-то условия хотя я помню что донни томпсон кажется в йорке я выступал по и по когда-то и там он пытался присесть пятьсот пятьсот семьдесят килограмм кажется он пытался рекорд алхазово побить он с этим с кислородным баллоном приезжал потому что там была дикая жара и он постоянно отъезжал он начинал снимать штангу передавливала там все комбезе и он терял сознание у него кислородная маска была он там подышит и и дальше хренача но это кислородную маску он притащил в багажнике своего джипа понимаете или тот же рычлаг там он тогда был вице-президент и по привозил оборудование все это на своем грузовичке все это сам разгружал все это сам монтировал спорт высших достижений люди мировые рекорды снимают в экипировке это космос как скафандра 40 градусную жару я конечно увлекся немножко просто вспомнил просто накрыла и меня конечно вот это возмущает что в спорте нет никакого равенства одни начинают так другие так одни зарабатывают на этом столько другие вообще ни хера на этом не зарабатывают как мы пауэрлифтинге никогда в жизни мы все время интересует а сколько ты за мистер олимпию там за выигрыш или на 1 классик получил я хер что получил ничего я не получил после этого естественно меня смотрят как на идиота потому что предполагают сколько денег трачу для того чтобы туда поехать и там выступить ну здесь вот тоже человек полтора шейх какой-то полтора на этом я имею ввиду в липецке вот в липецкая область представляешь такой липецкая область я не представляю но я примерно знаю что это где-то в центре россии и я примерно представляю как там люди живут на каком финансом уровне и вот и он полтора миллиона евро потратил на вот эту поездку не выиграл ни хера на остался доволен но это сука шейх это шейх который приехал в липецк и которого там удивили прям наши в этих в кокошниках и с рушниками просто он поразился и на всю жизнь и вы теперь будете счастлива что сука эти японцы там ездили или вот этот шейх что они остались довольны от наши это а вообще опять же возвращаясь никогда те кто внизу не поймут те кто нет те кто внизу то понимают они смотрят как на небожители они охеревают а вот те кто наверху они не понимают такие как сын вот это миши боярского который ядро предлагает штрафовать за хреновые посты в интернете на 5 миллионов рублей он в космосе летает вы поймете он в космосе он не представляет что такое 20 штук зарплата допустим какие нахер 20 это я так уже про завод я сказал 20 а так за 15 за 12 работают вот это вот раскол среднего класса нет и он ширится и ширится и люди друг друга конечно не понимают они на разных они в разных временных пространствах практически живут они просто на разных материках они не понимают как можно там жить одни не понимают как можно жить на 20 тысяч другие не понимают как можно жить там на полтора как можно потратить на свои соревнования полтора миллиона евро ну вот ты все не буду я в конце никаких вывода делать делайте сами меня и так обвиняют постоянно что негатив вечный лью ну как негатив я просто рассказываю вам как я вижу эти новости то что происходит вокруг нас а вы как хотите так и смотрите знаете как это вчера на прошлой неделе в ютюбе увидел черепаху у которой вытаскивали из ноздри вытаскивали она дышит и видимо у нее канал этот от соли забивается и он все уже 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 становится и они вытаскивали вот такую хрень они вытаскивали в течение там 10-15 минут я охренела такая неприятная вещь была блин мне так больно было за эту черепаху не тут кровь течет и не тащат тащат клещами я теперь не могу спокойно на носу ковыряться такие вот так как говорила так то сразу про эту черепаху вспоминаю вот и вы также я вам этот рассказал а вы как хотите так и живите теперь с этим всем пока это были фильтрованные новости